Добрый день, уважаемые слушатели! Я доцент кафедры истории, философии и социальных коммуникаций Александр Федорович Щеглов. И сегодня я вам прочитаю лекцию по политологии на тему «Политические партии». Дело в том, что в структуре любой политической системы политические партии занимают очень важное место и играют очень важную роль. Порой мы в обыденной жизни, хотя и политические партии у нас всегда на слуху, не понимаем их значения, не придаем значения этому очень важному инструменту политического процесса. Давайте с вами разбираться с ним. Мы с вами сегодня рассмотрим два учебных вопроса. Первый учебный вопрос «Политические партии» и второй «Партийные системы». В начале первого вопроса я хочу сказать вот что. Дело в том, что политические партии, конечно же, имеют свою историю появления в политической системе, но даже и сегодня в наше время, но и раньше, в какие-то прошлые времена, политические партии, как правило, не образовывались, скажем так, сами по себе. Если речь идет о первых политических партиях, то, может быть, такое и было. Но сегодня, как правило, образованию политических партий предшествует еще одно состояние или еще один институт политической системы. Таким институтом является общественное движение или общественно-политическая организация. Поэтому начнем с него. Общественно-политическое движение нами определяется как временное объединение людей, преследующих определенные цели и добивающихся их совместными действиями. В этом случае общественное движение как бы обращается к власти, воздействует на власть и заявляет о своих чаяниях. И власть, как правило, власть должна услышать эти заявления, услышать этот призыв и реализовать в политическом процессе это чаяние. Но такое происходит не всегда. Итак, общественно-политическое движение в своем развитии проходит несколько этапов. Для нас важен последний этап, на котором мы остановимся подробно. Но тем не менее, первым этапом является уяснение политической проблемы. Ну, например, низкие заработные платы это тоже политическая проблема определенной части общества. Если эта проблема не решается властью, которая не видит, может не видеть этой проблемы, то в этом случае появляется инициативная группа, которая эту проблему актуализирует перед властью. Зарождается движение и оно начинает заниматься практической деятельностью. Оно организует какие-то мероприятия, цель которых это обратить внимание власти на данную политическую проблему. Как я уже говорил, могут быть два варианта. В случае, когда власть, обращая внимание на движение и на чаяние народа, который выражает это движение, принимает какие-то политические решения, в этом случае движение прекращает свое существование, потому что нет уже больше причины его деятельности. Цель выполнена, власть услышала чаяние. Но такое бывает не всегда, и поэтому очень часто общественно-политическое движение проходит путь какой-то более совершенства, эволюции, и вот в этом случае оно может превратиться в политическую партию. Что такое политическая партия? Буквально этот термин в переводе с латинского означает «часть». Это очень важно, потому что под политической партией я предлагаю понимать организованную группу граждан, которые выражают интересы тех или иных социальных слоев, именно части общества. Хотя некоторые политические партии заявляют о реализации интереса всего общества, но такое заявление может быть подвергнуто критике, потому что все-таки у различных частей общества все-таки свои какие-то интересы, своеобразные, специфические. Поэтому все-таки партия выражает свои деятельности, и это, кстати, очень часто отражается и в названии партии, например, партия рабочих и крестьян, выражает интересы определенной части общества, поэтому партия имеет право называться партией от слова «часть». И эти интересы политическая партия стремится реализовать путем борьбы за государственную власть и реализацию самой политической власти. Итак, в этом случае партия является более эффективным инструментом, чем общественно-политическое движение. Если общественно-политическое движение призывает власть, обращается к власти и призывает власть выполнить волю какой-то части общества, то политическая партия поступает немножко хитрее или мудрее. Политическая партия сама становится властью. И уже с высоты власти, держа в руках вот этот вот штурвал власти, она в политическом процессе и стремится реализовать интересы той части общества, ну, интересы которой она отстаивает. Итак, давайте уясним главное отличие политических партий от общественно-политических движений. Таким образом, мы уясним и выведем основные признаки, что ли, политических партий. Итак, первое отличие является открытая нацеленность на овладение властью. Любая политическая партия вставит своей конечной целью приход к власти. И как по аналогии «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», «плоха» та политическая партия, которая не ставит в своей деятельности задачу, конечную цель, ну, может, не конечную, а очень важную цель – приход к политической власти. А второе отличие, что партия претендует на выражение интересов широких масс людей. Как правило, партия действует в интересах тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч людей. Но еще раз повторюсь, если партия заявляет о реализации интересов всего общества, граждан всего государства, это может вызвать определенные сомнения. Следующий момент. Политическая партия, в отличие от общественно-политического движения, имеет четкую организационную структуру. Все-таки структура общественно-политического движения, она более аморфна. Далее. Политическая партия всегда в своих действиях руководствуется групповой стратегией и тактикой действий. Дело в том, что любая политическая партия, как правило, хорошая политическая партия, как правило, имеет в качестве руководящего такой документ, который называется программа партии. Вот как раз в программе партии и определяется стратегия и тактика ее действия. Ну и, наконец, любая, не любая, но практически любая политическая партия в своей деятельности руководствуется идеологией. То есть система каких-то основополагающих политических идей, с которыми она соизмеряет свою деятельность. Идеология для партии крайне важна, именно поэтому многие политические партии свою идеологию выносят в свое название. Ну, например, коммунистическая партия. Понятно, что это партия, которая опирается в своей деятельности на коммунистическую идеологию. Ну, мы еще поговорим, какую роль для партии и вообще для политической системы имеет название этой партии. Итак, мы с вами перечислили основные отличия партии от движений. Таким образом, мы с вами определили основные признаки, основные характеристики политических партий. Давайте поговорим немножко об истории. Мы находим упоминание о партиях, прообразах современных политических партий еще в античности. Так, например, у Аристотеля в его произведениях мы можем читать, узнавать о том, что он обращался к такой структуре, как партии жителей горы, равнины, побережья. И уже здесь мы можем понимать, что, наверное, у жителей горы по отношению, например, к жителям побережья какие-то свои собственные интересы, отличающиеся, допустим, от интересов жителей побережья. Можно предполагать, что жители горы, допустим, занимаются возделыванием сельскохозяйственных культур, а жители побережья живут за счет, допустим, рыбной ловли. Здесь мы видим уже собственные интересы у различных слоев общества. Далее можно говорить о том, что в Средневековье, во Флоренции, мы видим сведения о борьбе партий черных или феодалов, нобелей и белых, богатых горожан. Мы видим, опять же, здесь из этого факта о том, что существовало какое-то противоречие между этими категориями людей, мы видим, что у них, у каждого, у каждой из них, наверное, это противоречие выражалось в отставине, прежде всего, своих собственных интересов. Ну и, наконец, давайте обратимся к истории французской революции. Именно в это время во Франции сформировались известные партии, названия которых на слуху. Это партии фельянов, жерандистов и якобинцев. Надо сказать, что в то время название партии не несло большого смыслового содержания. В названии партии, как правило, выражалось место, географическое место. Ну, например, якобинцы, сторонники, это все разновидности буржуазно-городских слоев Франции того периода. Так вот, якобинцы собирались в местечки, которое называлось место Святого Якова или населенный пункт Святого Якова, или жерандисты, в местечке Жеронт. Они собирались, и вот поэтому они получили название жерандисты, по месту их деятельности и работы совместной. Ну и, наконец, рассвет массовых политических партий наступил в XIX веке. Надо сказать, что именно в это время в странах Европы, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, народ стал в большей степени участвовать в политическом процессе. В связи с этим, в том числе, стали образовываться первые массовые политические партии. Так, например, в Соединенных Штатах Америки в 1828 году возникла Демократическая партия, а в 1854 году Республиканская партия страны. И в Великобритании в 1850 возникла Либеральная партия, и в 1867 Консервативная партия. Мы, кстати, видим, что здесь в названиях партии уже отражается господствующая и доминирующая та идеология, которой придерживались эти партии в своей деятельности. Надо сказать, что и в истории нашей политической жизни тоже существует интересный момент. Так, в России в 1898 году возникла тоже массовая политическая партия, которая получила название Российская социал-демократическая рабочая партия. Давайте обратим внимание на ее название. Вот это название уже емко отражает многие сущности. Российская, это государственная, скажем так, принадлежность, Россия. Социал-демократическая, в этом случае речь идет об идеологии, которой придерживается эта партия. Рабочая, в этом случае речь идет о той социальной базе, на которую эта партия опирается, и интересы которой она реализует в первую очередь. Ну и само название партия, как организация. Необходимо здесь вот что сказать. В образовании нашей партии были свои особенности. Дело в том, что существует несколько путей или способов образования политических партий. Таких способов основных три. Первый способ или первый путь, это так называемый путь сверху. В этом случае политическая партия образуется по воле властвующей элиты. Господствующей элиты, которая и является инициатором образования этой партии. Но мы должны понимать, что, как правило, элита это та категория, которая обладает какими-то ресурсами, властвующая. И, как правило, такие партии не зря, не просто так называют буржуазными партиями. Следующий путь образования политических партий, это путь снизу. То есть, в этом случае инициатором образования этой партии выступает народ. И, конечно же, в своей деятельности эта партия будет отстаивать интересы своего родителя, народа. Такие партии и получают название народные партии. И есть третий путь, комбинированный. В этом случае инициатором создания партии может быть народ, но власть чутко улавливает это чаяние народа и начинает руководить процессом создания политической партии. Говорить о характере такой партии преждевременно. Дело в том, что все-таки, да, инициатор народ, но власть преследует и свои собственные цели. Если этой властью является буржуазная верхушка, что бывает очень часто, то, конечно же, организуя политическую партию якобы для народа, она закладывает возможность для этой партии реализовывать цели самой власти. Но под вывеской того, что эта партия создана для народа. Так вот, возвращаясь к процессу формирования первых массовых политических партий, можно в этом случае сказать, что партии американские и партии, которые были образованы в Великобритании, по своей сути являются буржуазными, потому что они образовывались путем сверху. В то же время, российская, первая массовая российская партия, скорее всего, по своей сущности, была народной партией. Потому что она образовывалась, ну скажем так, под влиянием воли народа в большей степени. Давайте поговорим о структуре политической партии. Она очень важна. Я уже говорил о том, что важнейшим свойством политической партии является четкая организационная структура, которая придает вот этому институту в политике устойчивость. Она очень хорошо, структура партии выражается вот такой концентрической схемой, концентрических кругов. В центре мы видим белый круг, обозначающий партийного лидера или группу лидеров. Лидер для партии очень важен. Он во многом является инициатором создания этой партии, и он во многом определяет ее идеологию. То есть ту идеологию, например, которую он пропагандирует и поддерживает. Лидер для партии настолько важен, что очень часто мы эту партию неофициально называем его именем. Возьмите, например, известную российскую партию, которую мы неофициально называем партией Жириновского. Более того, если ЛДПР когда-нибудь лишится этого человека, ну это может произойти естественным путем, мы с вами все не вечны, то очень трудно предопределить судьбу этой партии. Во многом она держится на этом человеке, на его харизматических свойствах и так далее. Ну поживем, увидим. Следующий круг это партийный аппарат. Это партийные чиновники, партийные функционеры, которые как раз и заставляют этот механизм работать. И тоже во многом определяют лицо партии. Следующий круг это члены партии. Члены партии являются своеобразными солдатами партии. То есть это те люди, которые берут на себя добровольные обязательства, например, выполнять партийные решения, содержать эту партию через уплату взносов, участвовать в партийной жизни. То есть по первому призыву эти люди выходят для этой партийной деятельности. Понятно, что наряду с обязанностями у членов партии есть и определенные права. И поэтому, то есть, ну какие-то права или привилегии, именно поэтому членство в некоторых партиях является, в общем-то, желаемой задачей для людей. И они вступают в партию, преследуя даже какие-то меркантильные свои цели. Такое тоже бывает. Следующий круг это сторонники партии. Это тот социальный слой, в интересах которого эта партия и работает. Ну наконец, последний круг это партийный электорат. Это тоже сторонники, но те, которые обладают правом голоса. И которые именно в процессе избирательном, во время выборов, как раз отдавая свой голос за ту или иную партию, продвигают эту партию к власти. Таким образом, такая структура свойственна абсолютному большинству политических партий. Политические партии выполняют ряд функций. Политические партии активизируют общество в политическом процессе. Они закручивают этот процесс через свою деятельность. Конечно, если политическая партия выражает интересы определенной части общества, она эти интересы обосновывает в своих каких-то мероприятиях, или в своей идеологии, или в своих каких-то документах. Она формулирует и обосновывает эти интересы. Политическая партия формирует общественное мнение. Ну, в частности, через лидеров. Если, например, мы видим какое-то политическое событие, то, как правило, в средствах массовой информации после этого происходит интервью, допустим, с лидером какой-либо политической партии, который высказывает мнение и свое, и, конечно же, мнение всей партии, как лидер. И, конечно же, эти мнения учитываются сторонниками партии, другими участниками политического процесса, всем обществом. Через работу в политических партиях происходит политическое воспитание людей. Люди, работая в партии, или люди, привлекаемые к каким-то мероприятиям, которые организует политическая партия, так или иначе, ну, проходит этап политической социализации. Рекрутирование новых членов партии – это задача любой политической партии. Партия должна заботиться о расширении круга своих сторонников и своего электората, такой питательной среды для партии. Поэтому партия призывает людей, граждан, входить в ее ряды и заниматься партийной деятельностью. И это нормально. Через работу в политической партии формируется политическая элита. Многие граждане, которые начинали работать членами политических партий, затем добивались определенных успехов в этой деятельности и возглавляли или отделы политической партии, допустим, местные какие-то, или возглавляли саму партию. Становились преемниками лидеров и возглавляли партию. И таким образом получали политическую известность. Ну и наконец, не надо забывать, главную задачу политической партии – это борьба за государственную власть. Партия этим просто обязана заниматься. Давайте поговорим и наведем порядок в большом разнообразии политических партий. Проведем их типологизацию. Возьмем какое-то основание и разложим все партии по полочкам. Итак, партия всегда опирается в своей деятельности на социальную базу. Поэтому в зависимости от социальной базы партии могут быть моносредные, которые выбирают себе какую-то одну социальную базу. Например, женская партия. Конечно же, такой социальной базы будет одна социальная среда, имеющая общее название женщины. Промежуточные партии, которые берут себе за социальную базу две среды. Ну, таким ярким примером может быть партия рабочих и крестьян. И партии универсальные, которые говорят о том, что любой представитель общества является той средой, любые представители являются той средой, за интересы которого эта партия борется. Следующее основание для типологизации политической партии – по степени участия политической партии в политической жизни. В этом случае все политические партии делятся на две группы. Партии, которые в результате партийной деятельности пришли к власти, получают наименование правящие. Партии, которые еще не пришли к власти, как правило, занимаются критикой политической власти. И это здорово, это хорошо, это правильно. И получают наименование оппозиционные партии, находящиеся в оппозиции. По характеру своей деятельности политические партии могут делиться на три большие группы. Первая группа – это реакционные или, по-другому скажем, революционные партии. Партии, которые, согласно своей идеологии, призывают к слому политической системы, сложившейся революционным способом, и формированию на обломках старой системы, новой политической системы. Партии могут быть и реформистскими, которые не предлагают революцию в качестве процесса смены политической картины, а предлагают какие-то поэтапные, пошаговые, постепенные реформы. Мягкий такой способ изменения политической картины. Ну и, наконец, партии могут быть по своей сути консервативными. То есть это те партии, которые предлагают своей деятельности опираться на уже сложившиеся традиции, сложившуюся систему и всячески ее поддерживать, как проверенную временем и показавшую свою эффективность. Ну и, наконец, очень интересная типологизация партии по политическому спектру, или по-другому по идеологии. Дело в том, что все существующие политические партии можно условно разбить на, в таком, расставить на таком вот отрезке, который изображен на слайде, который делится на три части. Левая часть отрезка, центральная и правая. Партии, принадлежащие к левой части этого отрезка, получили историческое наименование «Левые». Партии в центре – это центристские партии, партии справа – правые. Тут все понятно. Но в чем же разница? Дело в том, что левые партии исторически – это партии, ну, если мы говорим о крайне левых, это, как, в общем-то, и о крайне правых, это партии радикальные. То есть партии, которые стремятся к изменению политической картины, сложившейся в обществе, радикальным или революционным способом. Такие партии, как правило, это коммунистические партии, если мы говорим о левых, или социалистические. Партии центральные. Как правило, по своей идеологии они придерживаются либерально-демократических взглядов на политический процесс. То есть здесь идут максимальные свободы и максимальная народовласть, как главные политические идеи. Ну и, наконец, центристы и правые – это партии умеренные или партии консервативные, которые предлагают опираться в политической деятельности на уже сложившуюся политическую картину, на какие-то доминирующие ценности, которые существуют в обществе и которые показали свою эффективность. И предлагают придерживаться традиций, ценностей, каких-то правил, которые уже много времени используются. Ну и, наконец, в этом спектре крайне правые – это, опять же, партии радикальные. Как правило, крайне правыми партиями выступают партии националистического толка. Интересно, что исторически сложилось, что вот эти спектры обозначаются своими цветами. Как правило, таким образом, левая часть спектра – это доминирующий красный цвет. Центристы – это желтый цвет. Консерваторы – это синий цвет. И, наконец, правые и крайне правые – это коричневый и черный цвет. И эти цвета политические партии используют и в своей партийной символике, и в агитационном материале. Поэтому теперь понятно, почему, допустим, плакаты коммунистической партии всегда формируются на красном фоне. Допустим, партия «Справедливая Россия» – это желтый фон, а, допустим, партия «Единая Россия» – это синий фон. Этим самым они подчеркивают свою позицию вот в этом партийном спектре и, в общем-то, подчеркивают ту идеологию, на которую они опираются в своей деятельности. Переходим ко второму вопросу – партийные системы. Изначально под системой понимается некая целостность, некая завершенность, которая состоит из частей и выполняет какую-то одну функцию – это завершенность. Эти части являются своеобразными составляющими подсистемами этой системы. В то же время сама эта система, рассматриваемая, нами может пониматься как подсистема более глобальной системы. Исходя из этого, мы с вами ведем речь о партийной системе. Давайте дадим определение партийной системе. Под партийной системой понимается совокупность партий, реально принимающих участие в борьбе за власть и ее осуществление, взаимодействующих между собой и государством. То есть речь идет о совокупности партий в рамках одного государства, которые взаимодействуют друг с другом, а также взаимодействуют с самим государством. Как же протипологизировать партийные системы? Здесь есть несколько подходов. В общем-то традиционным подходом является тот подход, когда мы партийные системы типологизируем по количеству партий в этой системе. Просматриваемой системе. Ну, таким образом, самый простой подход, мы можем говорить о том, что, допустим, существуют однопартийные системы, двухпартийные и многопартийные системы. Однако я вам предлагаю более интересную классификацию, которую предложил в своей работе политические партии итальянский политолог Джованни Сартори. Давайте рассмотрим эту классификацию, эту типологизацию. Итак, первый тип партийной системы – это система с партией-гегемоном. В этом случае реальная политическая власть сосредоточится в руках одной партии, которая, в свою очередь, поддерживается правящим режимом. Возможно, существует формальное разрешение на деятельность других партий, но все-таки власть сосредоточена в руках только лишь одной партии. В этом случае мы наблюдаем многопартийность, формальную многопартийность, однако, по сути, это однопартийность. Такая система сложилась в современном Китае. Существует Коммунистическая партия Китая, и она, в общем-то, практически срослась с политической властью, и она осуществляет политическое руководство китайским обществом. Но мало кто знает, что наряду с этим существует еще несколько политических партий, легальных политических партий в Китае, восемь. Какую же функцию они выполняют? Они ни в коем случае не являются оппозиционными партиями по отношению к правящей партии, постоянно Коммунистической партии Китая. Они получили статус партий-соратников. Таким образом, эти политические партии поддерживают деятельность основной политической партии. Следующая система – это система с доминирующей партией. В этой системе существует несколько политических партий, но при равных возможностях, которые предоставляются законом этим нескольким политическим партиям, население в течение длительного времени отдает предпочтение лишь одной политической партии. Такие системы, они не редки, и они сложились в ряде стран. В частности, наша российская партийная система тоже может определяться как система с доминирующей партией. Мы с вами прекрасно знаем, что все политические партии обладают равными политическими правами, но население, народ, электорат в течение уже длительного периода, как правило, во время избирательного процесса, в большинстве случаев, отдает свои голоса только лишь одной политической партии из цикла в цикл. Насколько эффективна такая система? Да, конечно, она по-своему эффективна. Политологи полагают, что такие системы обладают как достоинствами, так и недостатками, как, в общем-то, любая партийная система, но в то же время некоторые говорят о том, что партийные системы такого типа, они обладают определенным циклом жизни. Кто-то говорит о 20 годах жизни, кто-то говорит о 25. То есть эта система, как, в общем-то, и любая партийная система, рано или поздно себя исчерпывает. Следующая партийная система – это двухпартийная система. Это, пожалуй, самая традиционная партийная система, которая сложилась в тех политических системах, где появились первые массовые политические партии. Такая система характеризуется наличием двух основных главных политических партий. Ну и, кроме этого, в такой системе могут существовать масса и других политических партий. Но они, так уж сложилось традиционно, так закрепилось уже в сознании людей, в политической практике, они не являются значимыми конкурентами вот этим двум политическим партиям. Как правило, эти партии борются друг с другом. И, как правило, у этих партий две противоположные идеологии. Одна – это либеральная идеология, а другая – консервативная. Так происходит и в Соединенных Штатах Америки, так происходит и в Великобритании. Тем не менее, существуют и другие политические партии. Следующая политическая система – умеренно многопартийная. Такая политическая система характеризуется наличием нескольких партий, как правило, не более десятка – от трех до пяти. Но, по своей сути, эти партии не являются по отношению друг к другу антагонистами. Эти партии по своей социальной базе, по своей идеологии, по своим методам действия, они очень похожи друг на друга. А почему так происходит? Да потому что общество, в котором существует такая, сложилась такая партийная система, оно, как правило, в невысокой степени дифференцировано по своим интересам, оно в большей степени ближе к гомогенному обществу. Поэтому партия, реализуя интересы тех или иных общественных слоев, приходит к пониманию того, что эти интересы очень близки друг к другу. Поэтому партиям не стоит, скажем так, оголять свои пики в такой жесткой партийной борьбе. И чего не скажешь о следующей партийной системе. Это крайне многопартийная система. В этом случае речь идет о борьбе за... Во-первых, политических партий в такой системе больше. В борьбе за власть участвует большее количество партий. И наблюдается очень серьезное размежевание между этими партиями по своей идеологии, по методам действий. В этом случае партии как бы рассыпаются по этому партийному спектру. Поэтому в этом случае можно даже вести речь, допустим, о крайне левых политических партиях. Или о крайне правых политических партиях. Мы уже с вами говорили о том, что крайние партии в спектре, вот в этом, они по своей сути реакционные. Поэтому они очень часто применяют такие формы политической борьбы, которые уже выходят даже за рамки закона. Допустим, в Италии в прошлом веке существовала партия крайне левого толка, которые получили название левацкие партии. Но это уже дальше некуда. Так в своей деятельности они даже использовали террор, политический террор, для того, чтобы добиваться реализации своих политических интересов. Такая система, она очень напряженная. Но существуют какие-то регуляторы. Ну, допустим, в таких системах, как правило, разрешается создание партийных коалиций во время предвыборной кампании. Близкие по расположению на вот этом спектре партии могут объединяться, выдвигать общего представителя во власть. Но и еще что свойственно таким партийным системам, что они нестабильны. То есть в странах с такими партийными системами очень часто происходят политические кризисы. Ну, это понятно и это объяснимо. Следующая политическая система – это атомизированная политическая система. Она предполагает наличие значительного количества слабо связанных между собой, да и даже с населением политических партий. В некоторых системах таких партий больше сотни. Эти партии выполняют роль своеобразных партийных клубов. У них, как правило, отсутствует реальный рычаг воздействия на власть. Эти партии действуют, в них происходят какие-то процессы, например, обсуждение политической жизни. Но далее, чем обсуждение, деятельность этих партий не идет. Вот такая интересная, может быть, не столь эффективная, но тем не менее, не во многих странах, в некоторых лишь странах, такая система существует, но она существует. Ну и, наконец, система, которая существует вообще в малом количестве стран, в частности, в одной. Такая система получила название «система 2 плюс 1», или, как ее называют сами немцы, а именно в Германии существует такая система, система двух с половиной партий. В этом случае законодательством предусматривается то обстоятельство, что две ведущие партии могут прийти к власти, создав блок с третьей партии. В этом случае партия получает право на дальнейшее политическое действие. Именно поэтому теперь понятно название партии «2 плюс 1» или «2,5», то есть «2» и «пол партии», якобы, на самом деле, это третья партия, но она не столь значима, не столь весома в партийной системе, поэтому вот она такое получает немножко ироничное название «пол партии». Ну и, наконец-то, я еще не сказал о той партийной системе, которая не предусматривает вообще существование партий. Это в чистом виде однопартийная система. Таких обществ не очень много, таких партийных систем не очень много, но, тем не менее, они либо существуют, либо существовали в прошлом. Далеко ходить не надо, это наша с вами история. В советский период у нас существовала только лишь одна политическая партия, «Коммунистическая партия Советского Союза». В этом случае происходит вот что. Партия является абсолютным политическим авторитетом. Более того, в этом процессе происходит сращивание партийных деятелей и государственных, то есть они выступают в одном лице. Партийный лидер в одно и то же время является государственным лидером. И вся политическая власть осуществляется от имени политической партии. В советское время существовал такой даже лозунг, «Коммунистическая партия Советского Союза – руководящая и направляющая сила советского общества». Ну такая система, она крайне редка, и, в общем-то, по всей видимости, она уходит в историю. Давайте с вами подведем итог нашей лекции. Из нее мы узнали, что важнейшим элементом политической системы являются политические партии. Политические партии – это организации, которые в своей деятельности выражают интересы определенной части общества, путем борьбы за политическую власть и овладения этой властью. Политические партии имеют очень четкую организационную структуру. Политические партии имеют свои права и свои обязанности. Как правило, эти права и обязанности оговорены законодательством. Политические партии в истории политического процесса имели периоды как своего расцвета, например, XIX век, так и некоторые периоды забвения, когда некоторые политические лидеры говорили о том, что все политические проблемы в основном решены, и нет необходимости существования политических партий, которые борются за реализацию интересов определенных категорий общества, определенных частей. Так это или не так, ну, покажет история. Во всяком случае, сегодня в политическом процессе и в нашем российском политическом процессе политические партии играют определенную роль. На этом содержание нашей лекции исчерпано. Я благодарю вас за внимание.